Сегодня у нас соревнования и попозже я вам покажу, что за соревнования. И познакомимся с одним очень хорошим человеком. Погнали! Продолжение следует... Друзья, всем привет! Сегодня у нас в городе Суркуте проходит соревнование по ловле на мормышку. К нам сегодня приехал Николай, ведущий канала. С Настей, здрасте! Я вот хотел с тобой поздороваться. Привет! Вот сам лично. Давно смотрю твой канал, хороший канал. Смотрю твои обзоры, как ты костюмы там тестируешь. Ну и немножко присматриваюсь. Ну и хотел задать тебе такой вопрос. Твоя вот первая рыбалка, когда ты начал вообще рыбачить? Вообще я первый раз начал где-то лет в шесть. Как все, наверное, с бамбуковой удочки, нормальные люди. А вот уже так торкнуло, так скажем, зацепило. Где-то лет в десять меня отец первый раз вывел на зимнюю рыбалку. Я поймал там восемь окуней. И с тех пор, в общем-то, закрутилось все мои школьные годы. И студенческие годы проходили там стабильно. То есть три-четыре-пять раз в неделю я ходил на рыбалку после школы. Ранее сбросал, брал ящик, бур и шел на реку. В общем-то, примерно, то есть, получается, двадцать восемь где-то лет примерно я ловлю. Ну, да, то есть стаж у тебя большой. А какая у тебя самая, допустим, первая снасть была? Ну, допустим, вот в те годы, возьмем девяностые годы, там были самодельные, вот какие-то делали там блесна или там мормышки самодельные. Слушай, ну, я всегда с тех пор ловил в основе белую рыбу. То есть, если это летом, это бамбук. Потом появились уже вот такие желтые телескопы, желтые и синие. Потом каскад, для всех это была просто вот эта маленькая телескопическая удочка, которая являлась просто верхом, типа, самой крутой на рыбалке. Какие-то кедровые удочки. А зимой в основе я ловил, у меня были либо вот эти с деревянными ручками черные удочки, либо первые балалайки белые появились. Обычные стандартные мормышки, которые продавались в магазинах, советские крючки, там, два с половиной, три размера. То есть, летом поплавок, зимой, соответственно, мормышка. То есть, я в основе вот всю жизнь развивался в этой теме. То есть, я не ловил хищника, я любил больше белую рыбу. Платва, там, окуньки, подлечики, густерки, уклейки. И было такое, наверное, пошел, срубил палку, привязал и на поплавок. Слушай, ну, такого уже не было, это уже все равно 90-е начало. Вот, а у меня вот, у меня первые рыбалки такие были. Срубил, привязал. У нас немножко уже регион, все-таки я в городе, в Ярославле, родился, вырос и, соответственно, там ловил. То есть, уже хотя бамбук был, то есть, до кедра не доходило. Я в армии ловил, когда служил, уже там, в 2000-х годах. Мы ловили на реках, то есть, я служил на границе с Китаем, Северной Кореей, на Дальнем Востоке, и, соответственно, мы ловили форель. То есть, мы просто купали крючки в магазине, все, больше ничего не нужно было. Это, соответственно, веревка, палка, пробка из-под чего-то, или палочка просто привязывалась, и погнали форель под камушками ловить. Ну да, интересно. Как тебе у нас в Сыргуте? Прекрасно, слушайте, я прямо, мне очень нравится. Очень широкий, светлый, свежий город, с городами, в которых я уже много побывал. В основе это такие вот, даже у себя я живу, у нас промышленный центр, все старый, частный сектор, у вас прямо такое свеженькое, светленькое. Освещение в городе ездит, что днем, что ночью. Морозное очень. Морозное. Ну что, друзья, с нами был Николай, канал с Настей Здрасте. Значит, мы желаем нашим участникам хороших улов, победы. И не хвоста, не чешуи. Да, и не хвоста, не чешуи. Пока. Все, спасибо тебе. Здесь сегодня собрались любители и спортсмены практически до всего нашего региона. Нижневартовск, Антемасийск, Нефтьюганск, Сургут. Путья, Ярославль и Кострома. Ярославль и Кострома. Фестиваль у нас сегодня проходит в двух секциях. Это любители, отдельно будет процедура взвешивания для любителей. И спортсмены, те, кто имеет спортивный разряд по рыболовному спорту, отдельно взвешивание будет. И соответственно, значит, будут у нас три победителя в любителях и спортсменах. По номинациям, значит, сейчас слово предоставляю руководителя, как сказать правильно, сам. Представится сам. Меня зовут Рыбкин Игорь. Я представляю магазины Охот Актив. Их у нас по России более 50. Здесь, в Сургуте, у нас находится магазин на Кукувицкого, 11. Это охота, рыбалка и туризм. Значит, сегодня собрались мы на соревнования. Значит, разделили по двум категориям. Это любители и спортсмены. Значит, будут оцениваться первое, второе, третье место. Это любители. Первое, второе, третье место спортсмены. За первое место у нас сертификат в нашем магазине 15 тысяч, за второе место 10 тысяч и за третье место 5 тысяч. Значит, еще один такой, самый из первых мест, первых мест или любитель, или спортсмен победит сильнейший, поедет на фишды в город Кострома. Значит, у нас этапы будет их четыре. То есть, первый этап мы проводим в Сургуте, в Морозе. Второй этап, да, самый первый, да, это наш этап. Второй этап, я пока не буду говорить, все в соцсетях, все вам скажут. И четвертый, финальный, вот этот первый, получит сертификат. Поездку мы оплачиваем, поедет в Кострому, там будет участвовать, соответственно. Ура! Номинацию. Значит, у нас получается самый молодой спортсмен получит от нас сертификат. Девушка самая, ну у нас и так они все красивые, прекрасные. Но кто больше наловит и получит самый пожилой, как сказать, возрастной. Возрастной. Так что, пусть победит сильнейший. Мы дополнительно еще подарим приз от нашего проекта, значит, здрасте, за самую большую рыбу или за самую необычную рыбу, которую вы сможете поймать на мормушке. Без класса, да? Да, без класса. Музыка. 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 Рыбкин Игорь Алексеевич, можно просто Рыбкин Игорь. Значит, я представитель оружейных магазинов, сеть оружейных магазинов охотных активов на Уральского федерального округа и Сибирского федерального округа. Значит, здесь в Сургуте у нас магазин находится на Кукуитского 11, а так у нас более 50 магазинов. Так что, мы вас всех ждем в гости в наших магазинах. У нас не только рыболовный товар. У нас есть охота, рыбалка, туризм, развлекательность, стрельба, там, все что угодно, все есть в нашем магазине. Цены приемлемые. Так что, мы вас ждем, всегда рады увидеть всех. Сколько уже лунок пробурил? Да немного. А, бур, сотка, да? Конечно. Морозы сотка. Вот так этой сотки. Вот то, что где я рыбачу, то есть это все около города практически. 79-й, гресс. 400-граммовый окунь залетает как себе домой. Я, видишь, Николай, я не спортсмен-любитель. Как-то с прямыми ножами поехал, вот в такую вот попал. Какой там бегать? Там бы просто сесть где-нибудь на лунку. Купил для мокрого льда. Теперь у меня всегда полукруглые для мокрого льда стоят. И на 130-м, и на сотке. Ножи я с собой редко когда вожу еще комплект. Мне комплект-то ножей на сезон, вот так. Ну как, успехи? Да. Не так эффективно, как хотелось. Не так эффективно? Да, но пока надо варить. Крупные попадались, нет? Нет. Я одна мелочь. Да, пока нет. Такие с полуладошечной, да? Да, меньше. Меньше даже? Да, и полладошки меньше. Ладно, желаю успехов. Ну че, а как успехи? Вон, один опушал. Один есть, да? Да. О, ну результат-то есть уже. На что? На какую мормушку? Во. Ух ты! Рыба есть. Вовремя подошел. Ну-ка, еще раз покажи, пожалуйста. Повысил. Ага. Что, рыба есть, да? Есть еще. Здесь все посуши. Да, вообще в полуладе сидят. Ну да, здесь ходишь по колену воды, блин. А здесь, видать, подмершее место. Более-менее. Во. Ну-ка. Можно в камеру? Ага. Есть результат. Есть контакт, да. Как успехи-то? Были поклевки, нет? Одну поймала. Что за рыбка? Окунь. Небольшой, да? Нет. Грамм 50. А что за мормушка? Вольфрам? Вольфрамовская, да. Ну, желаю успехов. Спасибо. Ну как? Результаты есть? Нет. Нету еще? Нету еще. Почему? Я вообще не мормушечу. Так что нет. Ну ничего, я думаю, поймаете. Слышно. Ну че? Как успехи? Да вот, по чуть-чуть делгаем мелочей. Сколько я пойвал? Там 4, здесь 2, пока только селся. Ага. Ну, есть. Да. Результатик. Ну, такие, да, не стандартные? Да, да. Маленькие. Сколько штук уже? Сколько штук, 10. 10? Вольфрам, мормышка? Да. Сборник. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Мне кажется, пока рекорд. Да? Вот и хорошо. Можно сказать, уже лидер, да? Да. Как глубина здесь? Два метра. Два метра. Два метра. Еще неизвестно, что у тех спортсменов. Ну, нам, наверное, по-любому побольше. Может даже оказаться наоборот, что любители больше наловят, чем спортсмены. Ну-ка, открой пакет. Да. На уху весь. Уха готова практически. Осталось ее сварить. Да, воду залит и соль, да? Смотри, везет тебе сегодня. Ну-ка, что за мормышка-то? Ага. Ой-ой-ой, пока. Держи, 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 держи. Блин. Я, наверное, накаркал. Нет, пускай живет. Сейчас он друзей позовет своих. Бабушку. Дедушку. А я смотрю, ты бегаешь, 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 бегаешь. Что, поймался хоть? Десятку. Полтора. Ну, нормальный результат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Могу заметить, что замечаний не было. Спасибо за честную борьбу. Ура! Сом Игорь за выносливость. Значит, одиннадцать лет мальчику поздравляем его. Первый раз. Это наклейка тебе. Суп поздравляем. За выносливость. Молодец. Поймал. Четыре двести поймал. На бумажке. На бумажке. И сертификат. От магазина Охот Актив. Все, пойдешь купишь себе садь. За тысячу рублей. Мануров. Вина. Сколько лет? Лет много. Опыт большой. Опыт большой. И сертификат. Подождите, подождите. От магазина Охот Актив. За самую необычно пойманную рыбу. Большого еша 110 грамм. У нас кто поймал? Чеплонов Владимир. Ты мальчик сюда. По традиции начинаем объявлять с 10-го места. Хаджубаев Дмитрий занял 10-е место. Уходи за наклейкой. На наклейку подходи. Воисеев Олег Александрович. Девятое место. 10-е место. 782 грамм. Улагин Александр. Восьмое место. 810 грамм. Есюк Андрей Викторович. 910 грамм. Седьмое место. И приятная неожиданность. Значит, поскольку у нас все замерзли. И мы конкурсы отменили. Но горячо любимый наш магазин Охот Актив. Начиная с шестого места. Учредил уже сертификаты подарочные. Шестое место. Бурдаев Дмитрий. 928 грамм. О-о-о. Поздравляем. Спасибо. Я замерз. Рашидова Юлия. Пятое место. Ура! Вот я говорю, будет теперь точно. Я на себя сикольс. За патроны. Деревянная медаль. Шестое место. Четвертое? Ой, то есть четвертое. Четвертое. Деревянная медаль. Куслинов. Лина. Куснулин. Куснулин, да. Ура! 2016 грамм. Поздравляем. Четвертое место. Значит, у нас в двух номинациях сразу. Как третье место и как больше всех девушек поймало. Кило 70 грамм. Ля Хавараталя! Снег, как с памятника Саргутского. Стряхни такой. Подожди, подожди. Некрасиво. Вот. Так, вот. Потемкин Андрей. 1462 грамма. Второе место. Поздравляем. По правоту, по-своему, по-своему. По-своему, по-своему. По-своему, по-своему. Сейчас проводим другого. Среди любителей первое место. Фаткулин, Эльмир. 2 килограмма, 210 грамм. Молодец. Молодец. Забыл еще сертификат. Рыболовный фестиваль фиш-дэй в Сургуте состоялся благодаря нашему, значит, магазину Охот-Актив. И благодарственное письмо, настоящим письмом Федерации рыболовного спорта «Хмао-Югрю» выражает благодарность за бескорыстную поддержку и помощь в организации соревнований по рыбалке, спонсорскую поддержку мероприятия компании Охот-Актив. И лично Шелестову Андрею Сергеевичу, безусловно, способствует популяризации рыболовного спорта на территории Российской Федерации. Благодарим от всех наших рыбаков-любителей. Ждем вас в гости. Третье место. 3 килограмма, 42 грамма. Шипунов Владимир. У-у-у-у! На полторы тысячи рублей? На полторы тысячи рублей? На пять тысяч рублей? На пять тысяч. 3 килограмма, 260 грамм. Опять же, Южневартов, Попов и Игорь. У-у-у! Сертификат на 10 тысяч рублей? У-у-у! Ну и кандидат мастера спорта, бесспорный лидер нашей секции в Сургуте, Мануров Фарид Ренатович. 3 килограмма, 380 грамм. Сертификат на 15 тысяч рублей. И поездка в Кострому на бюджет. Сегодня. Готовься к бою в 5-9, 6-7. И самый главный приз сегодня. Вручаем. Самый главный приз поездка в город Кострома. Значит, на финал! Я! Кострома, вручаем заслуживание. АПЛОДИСМЕНТЫ! 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 Хотел подарить тоже благодарственное письмо. Спасибо вам за участие и за поддержку вообще. Спасибо, благодарю. Всегда рады помочь. ВИЗЕЙ СУРГУТ! ВРАИ! АПЛОДИСМЕНТЫ!